Так, ну, 16 ноября 2016 года, такое у нас скомканное вступление, канал-отпредготовка, программа «Периферийное зрение». Всех рад приветствовать, надеюсь, что никаких проблем технических у нас больше не возникнет. Давайте, наверное, потихонечку как-то начинать нашу трансляцию, несмотря на то, что она вот второй раз запускается. Сегодня, как я уже сказал, 16 ноября, и вот люди говорят, что не говорю я про исторические события, про которые я раньше говорил, вот теперь исправляюсь, говорю. Международный день терпимости у нас сегодня, поэтому всех, не знаю, как сказать, всех поздравляю с терпимостью, наверное, это уж точно к нам не относится. Но я думаю, что 5-11-17 будет наш праздник, Всероссийский день нетерпимости, но вот сегодня Международный день терпимости. Как к этому относиться, в общем-то, с терпимостью, нужно относиться к Международному дню терпимости. 68 лет назад в Лондоне дал свой последний концерт Фредерик Шопен, тоже, в общем-то, достаточно интересное с культурной точки зрения событие. В субботу, возможно, надеюсь, что у нас будет наша рубрика, да, культурных новостей, которые мы опробовали на прошлой неделе. Поэтому, думаю, что там тоже поговорим и о Шопене в том числе. 83 года назад установлены дипломатические отношения между США и СССР. Вот даже Обама еще не родился тогда, да, и не ссал в подъездах, и все, в общем-то, было. Но если нехорошо, то близкое к этому, да, вот сейчас как-то спустя, казалось бы, 83 года, уже и СССР нет, и дипломатических отношений нет. Наверное, только США осталось, да, в данном контексте. Да, 75 лет назад одна из основных новостей. Конечно, сегодня не новостей, а таких исторических дат. 75 лет назад были события, которые, в общем-то, в истории отразились как подвиг героев-панфиловцев во время Великой Отечественной войны. 16 ноября 1941 года при обороне Москвы в бою, значит, 28 панфиловцев. Но то, как нам это известно в крайнем случае, да, из дивизии генерала Панфилова уничтожили около двух десятков немецких танков и остановили наступление немцев. Многие, конечно, особенно сейчас, когда, в общем-то, на этих исторических событиях пытаются спекулировать, пытаются вообще историю и Второй мировой войны, и, в общем-то, вообще историю в целом России. Пытаются как-то подгонять под политическую конъюнктуру. Наверное, это, мягко говоря, неправильно. Мы не знаем, что произошло на самом деле тогда, но я могу сказать, наверное, одно, что есть разные, скажем так, крайности. То есть есть крайность, когда люди, скажем так, когда всевозможные путинцы подписывают подвиг, безусловно, подвиг русских людей и подвиг жителей Советского Союза, граждан Советского Союза, вообще народов мира в борьбе с, в общем-то, гитлеровской Германией, не только Германией. И когда этот подвиг приписывают к себе наши не самые уважаемые современники, да, такие, как, в общем-то, всевозможные ядросли, депутаты, путинцы и так далее, наверное, это неправильно. Но когда, в общем-то, есть и обратная составляющая, да, когда под этой эгидой, под эгидой того, что все это окрашивается в цвета Единой России, люди вообще отказываются от своих героев, да, от исторических событий, которые все-таки имели место, это тоже неправильно. Нам нужно всегда иметь такой баланс, поэтому, безусловно, мы не знаем, я говорю, что произошло тогда, и сколько было этих панфиловцев, и какая была ситуация, что на самом деле произошло. Но я однозначно знаю, что, в общем-то, героизм советских граждан в той войне и русских людей в той войне, он безусловен. А вот 51 год назад в СССР запущен беспилотный космический корабль Венера-3, который был, в общем-то, который успешно приземлился на Венере, и уже, сколько прошло, 51 год прошел, да, с тех событий. Я помню, как в школе мне рассказывали о проекте Венера-3, и я читал уже и после школы об этом. Вообще, космическую программу очень так интересно сравнивать, да, то есть сравнивать прогресс, тот, которого мы достигли за 50 лет, в плане того, что, наверное, в советское время, 51 год назад, там, в 65-м году, да, сказать людям о том, что у нас... Наверное, люди мыслили, вот мне всегда это интересно, как люди тогда человека отправили в космос, приземлился беспилотный корабль на Венеру, люди долетели до Луны, наверное, все-таки, склоняясь к тому, что они там были, и различные другие проекты. Я думаю, что люди смотрели вперед, что через 50 лет, наверное, мы уже колонизируем Луну и будем жить на Марсе, но мы не будем жить на Марсе. В общем-то, как мы видим с вами уже спустя 50 лет, у нас с трудом запускают всевозможные там спутники Голонаса, да, которые запускали еще там в 50-е годы 20-го века, аналогичные спутники. Сейчас их уже с трудом запускают, все это падается, все это стало, в общем-то, объектом для тотальной коррупции, безусловно, в первую очередь. Ну и вот если мы говорим о коррупции, то не могу я не назвать фамилию Навального в хорошем смысле Алексея Навального. Поздравляю, безусловно, Алексея сегодня так или иначе частично Верховный суд удовлетворил решение Европейского суда по правам человека. И, в общем-то, приостановил все уголовные дела, признал их, вот мне формулировка, я просто, пардон, не юрист, сейчас я прочитаю формулировку. Отправили, да, отправили дело на новое рассмотрение в Киров, поясняю, значит, в отношении Алексея Навального было резонансное уголовное дело по Киров-Лесу, это то самое, по которому он получил пять лет условно, офицеров там еще получил, вот кто-то из них, то ли он пять, то ли Навальный пять, то ли офицеров шесть, то ли наоборот. Вот я сейчас уже не помню, несколько лет прошло, и спустя уже столько лет Навальный добился правды в Европейском суде по правам человека, там признали, что, в общем-то, процесс был политизирован, безусловно, и те решения, к которому пришел суд, они были, скажем так, нечестными, мягко говоря, да, незаконными, если говорить проще. Европейский суд по правам человека это установил, и вот Верховный суд, Президиум Верховного суда сегодня это подтвердил. Но, однако, Навальный говорит о том, что, в общем-то, его не устраивало это решение, потому что он считает, что дело должно быть закрыто за отсутствием состава преступлений, в общем-то, так, как и постановил Европейский суд по правам человека, Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение, то есть, вот прямую речь Алексея читаю. У меня тут, у меня туда речь про Ленинский суд Кирова и о том, что он будет рассматриваться в новом порядке в этом суде. Навальный говорит следующее, у меня туда ездить нет времени, нет желания, не говоря уже о том, что мне и по-прежнему расходы на поездки адвокатов и проживание не компенсировали, хотя ЕСПЧ обязал Россию сделать это мыло-мочало, начиная с начала. Хотя, в принципе, было понятно, что Кремль, конечно, попытается таким образом исполнить решение ЕСПЧ, чтобы создать в нее максимум проблем. Мы обжалуем решение Президиума Верховного суда в Комитет Министров Совета Европы, там рассматривают случай невыполнения решения Европейского суда по правам человека. Еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в эти годы следствия, следствия судов и верил, что правда на нашей стороне. Поздравляем Алексея Навального. И, знаете, я вот хочу отметить таким образом, ну, если не победу в этом деле, то очень серьезный шаг к победе в этом незаконном судебном процессе в отношении Навального. Хочу отметить, таким образом я сейчас включу вам видео, какое уже получается трехлетней давности, да, видео с последнего слова Алексея Навального по делу Киров-Леса. Я думаю, что тем, кто слышал, будет интересно послушать в очередной раз, тем, кто не слышал, обязательно послушайте. Длится оно порядка десяти минут, я думаю, оно вас особо не утомит, поэтому все слушаем Алексея Навального. Ну, что, уважаемые друзья, наше замечательное судебное заседание, похоже на телесериал, а местами даже такой телесериал вместо судебного заседания, оно подходит к концу. Здесь я даже не пытаюсь каким-то образом оскорбиться, вот называя это телевизионным сериалом, потому что, ну, это действительно похоже на телевизионный сериал, и вряд ли кто-то из нас присутствовал при такой мероприятии, или будет присутствовать при такой мероприятии. Тем более, что все мы, и я в том числе, отлично понимаю, что одной из главных задач этого процесса была просто, опять же, задача телесериальная. Просто сделать так, чтобы в новостях по федеральным каналам кто-то всегда мог рассказывать, упоминать мое имя в контексте того, что это вот тот самый человек, который похитил весь лес в Кировской области, тот самый жулик. Как будто, якобы, это может каким-то образом изменить все то, что я пишу о тех людях, которые действительно жулики, о тех людях, которые похищают у нас у всех миллиарды, и которые захватили власть в нашей стране. Когда я говорю про сериал, я все сам пытаюсь определить этот жанр. Это скорее комедия или какая-то драма. Наверное, я бы сам более иронично к этому всему относился, если бы здесь не было бы других людей, которые предают все-таки этому всему происходящему характер драмы. И, конечно, в первую очередь я хотел бы сейчас вот стоить здесь извиниться перед Петром Офицеровым и его семьей за то, что они должны пройти из-за меня. И они стали такими людьми, которые были совершенно случайным образом схвачены в эти заложники. И сейчас проходит через это все, потому что нужно же кого-то ко мне прицепить. Нельзя просто так взять и человека посадить за какое-то экономическое преступление. Нужен был предприниматель. Вот этим предпринимателем оказался Петр Офицеров. И я хотел бы обратиться к суду и к обвинению с просто обычной просьбой. Ну, хватит мучить несчастного человека и хватит мучить его семью. Потому что все отлично понимают, что Офицеров здесь оказался совершенно случайно. То, что его... Вы просто абсурдно само требование посадить этого человека на 5 лет. Какие 5 лет? Какой миллион рублей? У него арестовали 1,4 квартиры Вачакова. Вы мало того хотите, что отец, кормилец единственной 5 детей оказался в тюрьме. Так вы еще его детей, что ли, хотите высадить на улицу? Поэтому я призываю, даже в рамках, очевидно... Извините. Очевидно, политического заказа, политического процесса и так далее. Тем не менее, все-таки не делать тех шагов, которые избыточны в рамках этого политического заказа. Офицерова в рамках этого заказа сажать не нужно. Поэтому я призываю всех это помнить. Цель достигается и без этого. Что касается самого себя, я могу сказать, что я на этом месте нахожусь. Понимая почему, я с этого места могу совершенно честно взглянуть в глаза любому человеку. В своей защите, прокурорам, вам, секретарю суда, вот в эту камеру. И вообще абсолютно любому человеку в этом зале и любому человеку, который смотрит трансляцию этого зала. Потому что я знаю, что каждый человек, который смотрит эту трансляцию, следит за материалами дела, подойдет ко мне и скажет, «Алексей, ты невиновен». И по этому делу, и по всем остальным делам, которые фабрикуются против меня постоянно. Наш уважаемый обвинитель сегодня сказал совершенно просто гениальную фразу, которая, я думаю, станет таким вот, может быть, подзаголовком этого суда. «Давайте выйдем из мира фантазий и сказок». Вот я хотел бы обратиться с этого места к тем, кто заказал этот процесс. «Давайте выйдем из мира фантазий и сказок». Если кто-то считает, что я или мои коллеги, мы прекратим ту деятельность, которую мы ведем через этот процесс, или через процессы, которые идут по болотному делу, или другие процессы, которые идут по всей стране, то все глубоко ошибаются. Может быть, кто-то считает, что это не лучшее место для меня, чтобы отсюда ставить условия, грозить, или говорить о каких-то своих планах, то я считаю, что нет. Я считаю, что это лучшее вообще место, которое я могу найти для того, чтобы рассказать о своих планах, для того, чтобы всем погрозить и для того, чтобы поставить свои условия. Значит, я заявляю, что и я, и мои коллеги, мы сделаем все для того, чтобы уничтожить этот феодальный строй, который делается в России. Уничтожить систему власти, при которой 83% национального богатства принадлежит полупроцентам населения. И я в этом смысле очень рад, что этот процесс идет здесь, в Кировской области, где очень легко выйти из мира фантазии и сказок. Потому что, когда вы находитесь в Кирове, в Куменах или в Амутнинске, вы видите, что никакого мира фантазий и сказок нет. Что 15 лет поступления огромного количества нефтяных и газовых денег, они обернулись для жителей чем? Кто-то из нас получил лучший доступ к здравоохранению, к образовательной инфраструктуре, к новому жилищу. К чему? К что мы получили все? И те, кто находится с этой стороны, из камней подсудимых, и те, кто находится с той стороны подсудимых. Что мы получили от всех этих людей? Ничего. Мы получили только одно. Вы знаете, наверное, единственный продукт, который стал более доступен для населения с советских времен? Это водка. По паритету покупательной способности только водка стала доступна. Поэтому нам, всем жителям страны, гарантирована только деградация и спаивание. И эти люди, которые строят вот этот свой феодальный строй на том, что они захватили власть, все эти ФСБшные генералы своих детей засунули в банки, все эти депутаты-единороссы отправили кого-то в Швейцарию, все они открыли там иностранные счета, целые поселки в Марбелье принадлежат единороссам, мы будем уничтожать этот феодальный строй, который грабит вас здесь всех. И несмотря на то, что вот вы меня посадили на скамью подсудимых, я и мои коллеги, мы будем вас же защищать, понимаете, от этого всего. Живущих в Мутнинске, в Куменах, в Кирове, в Владивостоке, во всех остальных. Если кто-то считает, что я, услышав вот эти вот 6 лет и угрозу 6 лет, куда-то убегу за границу или спрячусь где-то, очень сильно все ошибаются. Сам от себя я никуда не убегу. У меня другого выхода нет, и я не хочу заниматься ничем другим. Я хочу заниматься тем, чтобы помогать жителям своей страны, чтобы работать на всех тех людей, которые являются моими согражданами. Я считаю, что ни один из нас не имеет сейчас права на нейтралитет. Ни один из нас не имеет права на то, чтобы уклониться от того, чтобы делать мир лучше. Мы просто не имеем это права. Потому что каждый раз, когда кто-то из нас думает, давайте-ка я где-то вот постою в сторонке, и просто все пройдет мимо меня, я подожду, он просто помогает вновь тому отвратительному феодальному строю, который вот сидит как паук в этом Кремле. Конкретно 100 семей, которые сосут со всей России, помогает им вновь пускать российский народ, русский народ по пути деградации и спаивания, и вывалакивать отсюда, вытаскивая все национальные богатства. Я хотел бы завершить свое выступление тем, что призвать всех людей, таких как я, таких, кто работал со мной, тех, кто хочет работать со мной, не боятся делать этого. У нас все равно больше, на сотни тысяч и миллионы происходит такая смешная штука, при которой действительно вот эти 100 человек с силой телевидения, инерции, благодаря общественной апатии, они захватили здесь власть. Ну не может быть такого бесконечно, чтобы одна 140-миллионная, гигантская, самая большая в мире, одна из самых богатых стран в мире подчинилась просто кучке каких-то уродов, которые просто даже никто. Они даже и не олигархи никакие, которые просто, не знаю, путем хитрости, ума или так далее создали капиталы. Это просто какие-то ничтожные бывшие комсомольцы, потом они стали демократами, сейчас они стали каким-то патриотами, они захапали все. Это недоразумение. Это недоразумение будет исправлено нашим трудом. Спасибо большое. Да, спасибо РИО Новости за то, что выкладывают свои материалы без авторского права. Ну мы, в свою очередь, в общем-то, их таким образом рекламируем. Хотел бы я вам сказать, смотрите РИО Новости, но, к сожалению, после известного скандала там тоже не все так хорошо, как могло бы быть, скажем так. Но таким вот образом, вспомнив видео аж трехлетней давности, или даже уже больше, я сбился со счету, мы отмечаем сегодня победу в этом процессе. Пускай промежуточную, но очень серьезную победу Алексея Навального. И, в общем-то, самое интересное, что после этого Алексей Навальный теперь может баллотироваться в президенты России. То есть, если ранее у него из-за этого уголовного дела не было такой возможности согласно закону, то теперь Алексей имеет такое право абсолютно законно баллотироваться в президенты России. Так что у нас, я думаю, будет, если все-таки конспирологические теории о том, что весной или осенью 2017 года будут президентские выборы, то выборы будут очень интересными, на мой взгляд. Так, ну и вот я вам в конце тогда несколько объявлений сделаю, а пока давайте по новостям. Вот законопроект об отмене депортации бывших граждан СССР внесен в Госдуму. Наконец-то мы срываем все покровы, потому что у нас есть целая категория людей, которая считает, только тссс, которая считает, что они знают что-то невероятное, у них есть какие-то невероятные данные. А эти невероятные данные, это, видимо, секретное послание от рептилоидов, которое называется Федеральный закон 182. Только никому не говорите, это секретно, это нигде вы об этом не найдете, это тайна. В общем, вот этот федеральный закон 182 заключается в том, что оккупационное правительство России борется с честными советскими гражданами. На самом деле это полная херня, все, конечно, полное. Федеральный закон от 2012 года, 182, в общем-то, регулирует, в общем-то, вносит изменения в федеральный закон о гражданстве 2002 года и регулирует правовые статусы отдельных категорий лиц, которые находятся на территории Российской Федерации, в общем-то, не имея права находиться на данной территории. Но, проще говоря, это паспортная амнистия. Паспортная амнистия касается любых граждан и имеет ограничение во времени, то есть срок действия до 1 января 2017 года. То есть сейчас это такая большая волна вот по поводу этого 182-го федерального закона из-за того, что с 1 января 2017 года якобы должна начаться депортация всех людей, у которых паспорт СССР, и которые не получили российский паспорт и де-факто являются гражданами Советского Союза. Естественно, этого не произойдет, это понимает любой адекватный человек, потому что первый вопрос, куда их депортировать. Ну вот у нас в Саратове есть человек, который не получил паспорт гражданина России, формально он не является гражданином России, хотя он гражданин России, я вам открою страшную тайну, формально он является гражданином Советского Союза. Депортировать его куда? В Советский Союз? В смысле нужно изобрести машину времени и депортировать людей, в общем-то, там на 20-30 лет назад? Естественно, нет. Поэтому до 1 января 2017 года была объявлена паспортная амнистия, вот как раз этот 182-й федеральный закон, тайное послание трептилоидов, а вот сейчас в Госдуме обсуждают, чтобы данную паспортную амнистию продлить до 1 января 2020 года, то есть еще на три года. Так что не волнуйтесь, граждане СССР, вот все три человека, которые есть в России с паспортом СССР, не получившие паспорт России, ну не три человека, ладно, тут вот говорится о том, что порядка 35 тысяч людей таких, и из них 27 тысяч воспользовались паспортной амнистией, то есть осталось всего ничего, несколько тысяч человек, я думаю, что все они благополучно либо покинут Россию навсегда, либо получат паспорт гражданин России. Естественно, нужно понимать, что, как правило, это люди, там, из бывших республик СССР по типу Армении, там, и так далее, то есть это не жители Саратова, мягко говоря, вот. Пишет, Мальцев теперь депортируют, у него есть паспорт советский, да неважно, паспорт советский есть у всех, кто родился в Советском Союзе, ну и кто там жил до получения паспорта, потом уже люди получали, во-первых, российские паспорта, у Вячеслава Вячеслава, естественно, есть российский паспорт, как у любого нормального человека, вот. Ну и если мы сейчас начнем углубляться в законы, то даже те, у кого российского паспорта нет, и кто считает, что он не принимал гражданство Российской Федерации, он все равно гражданин Российской Федерации, у многих бомбит от этого, вот, и пусть бомбит еще сильнее, пусть сильнее грянет буря, все сторонники СССР 2.0, вы живете в оккупационной эрефии, вот, которую управляет Обама, смиритесь с этим. Ну, либо не смиритесь, но тогда перестанете фантазировать об СССР. Это я срываю все покровы, потому что нас замучили, Мальцев боится говорить про федеральный закон номер 182, это настолько глупо об этом говорить, очередной идиотский закон, который специально поставили ограничение по времени до 1 января 17-го года, сейчас увидели, что есть еще несколько тысяч человек, девать их некуда, поэтому нужно продлить до 20-го года, а там продлят до 30-го года, ну, и уже не продают, потому что продлевать некому будет. В общем, очередная глупость, не напрягайтесь, жители Советского Союза, все трое, можете не напрягаться. Наши соратники нам пишут, спасибо, что вы нам пишете. Вот очередная вершина, наши, как их назвать, наши туристы, спортсмены, да, которые покоряют вершины, вы знаете, что наш флаг уже был на Эльбрусе, мы выкладывали фотографии, и вот город Большое, Багдо, самая высокая точка Астраханской области, забежали наши соратники в рамках полумарафона местного значения, и вот там вот сфотографировались с нашими флагами, вот так, нет, пардон, это выглядит вот так, и вот так. Самая высокая точка Астраханской области. Спасибо большое, что вы нам присылаете свои фотографии, и вот предыдущая фотография, это уже не Астраханская область, как вы догадались, тоже наша символика на вершинах. Очень хорошо, что наши спортсмены, туристы, скалолазы, в общем-то, нам помогают, продвигают активно нашу агитацию, и не только в интернете, но и в реальной жизни, и не только на улицах, но и на горах, вершинах. В этом, конечно, есть определенная мистическая составляющая, не без этого. Да, ну и вот сегодня нам тоже мы поговорим, давайте, об этой теме. Нам прислали очень много информации о Саратском сезонном номер один и о громком резонансном деле Гасанова, два врача Гасанова. Поясняю, существует Саратский сезон номер один, и оно, как правило, уже не первый раз попадает, в общем-то, в перипетии всевозможных скандалов, скандалов, основанных на избиении заключенных, на пытках, на том, что там некоторые заключенные погибают, погибают от недостаточности, сердечной недостаточности, а потом почему-то на их трупах находят огромное количество синяков и, в общем-то, следов побоев. Да, вот очередной такой случай Бадина Гасанова, 43-летнего врача, который, вообще-то говоря, в Хантамансийском автономном округе работал, и вот супруга Галины Гасанова рассказывает его историю, цитирую. Он врач, хороший врач, он жил в Радужном, никого не трогал, работал, к нему люди издалека ездили. Там есть такой опер Алимханов, он открыл свой массажный салон и пригласил к себе работать моего мужа. Однако он отказался, после чего полицейские пригрозили ему неприятностями. Он ему сказал, ну, если не хочешь работать, тогда отдаешь мне свою машину, и у него была БМВ, не новая, совсем не новая, и каждый месяц платишь мне по 50 тысяч рублей. Тот его послал, и в этот момент все завертелось. Завертелось следующим образом. Сотрудники полиции, насколько я понимаю, насколько я понял, средства массовой информации, путем провокации подговорили, возможно, возможно, по моему личному мнению, под давлением, под угрозами, подговорили подругу Гасанова, значит, вывести того. То есть ситуация какая? Подруга позвонила, значит, этому врачу и сказала о том, что у нее есть наркотики, и эти наркотики нужно скрыть. И сказала, что если он не приедет, этим вопросом не займется, то она совершит самоубийство. Естественно, Гасанов приехал, и, в общем-то, там его и задержали с этими наркотиками, потом еще в машине нашли огромное количество наркотиков. То есть, по моему личному мнению, не нужно быть, в общем-то, экспертом в этом вопросе, чтобы понимать, что человека подставили. Естественно, очевидно, и это была провокация полицейских. Позже от жителей Радужского жена узнала, что похожая история произошла с местной предпринимательницей, полицейские вымогали у нее деньги, но женщина ответила отказом, а вскоре ее муж попал на скамье подсудимых по статье, аналогичной Гасанову. То есть, это уже отработанная практика, скажем так. И вот в 2015 году Гасанов был задержан, и в сентябре, в октябре, пардон, он оказался в Саратовском СИЗО номер один. Мужчину завезли в камеру, куда зашли двое сотрудников УФСИН и двое осужденных. По приказу надзирателей заключенные начали избивать Гасанова, он упал. Один из активистов схватил его за ноги, а другой за руки. Сотрудники стали сыпать в глаза таблетки хлорки, стали их крошить. Другие сотрудники стали поливать водой, при этом сказали, мы так воспитываем. Сотрудники были один невысокого роста, другой худощавый. Оба казахи. Гасанов рассказал, что ему в СИЗО прижгли левую ногу выше колена утюгом, а ниже колена обварили кипятком. И, в общем-то, наблюдатели, вот Захарова, общественный наблюдатель, общественной наблюдательной комиссии сообщает о том, что она увидела, в общем-то, следы термического воздействия на теле Гасанова, то есть подтверждает его слова. Далее ему угрожали. Худощавый сотрудник предупреждал, что не дай бог, куда-то напишешь, тогда вообще живым отсюда не выйдешь. Гасанов рассказал, что в Саратове от него пытались добиться явки с повинной по нераскрытому делу, хотели, чтобы он взял на себя какую-то статью. Об этом сообщает, в общем-то, жена Галина. Но говорить об этом случае, как о случае какого-то выпиющего отношения к заключенным, к сожалению, нельзя. Потому что... Так, сейчас, секундочку. К сожалению, нельзя, потому что это практика. Мы видим, что подобная практика происходит практически во всех тюрьмах, во всех СИЗО, и не только в Саратовском. Просто так или иначе, где-то информация доходит до средств массовой информации, а где-то нет. Нет, но нужно понимать, что у нас существует общественная наблюдательная комиссия, которая была создана в 2000, если я не ошибаюсь, в 2009 году, и которая как раз-таки должна заниматься тем, что общество, мы с вами, должны контролировать органы УФСИНа и контролировать права и свободы заключенных, находящихся, в общем-то, в тюрьмах. Вот я хотел бы сказать о Саратовском ОНК, да, общественной наблюдательной комиссии, такая у нас тоже существует, которую возглавляет Владимир Незнамов, прекрасный человек, в кавычках, который, как бы вы думали, кто полковник запасов ФСБ, естественно. То есть полковник запасов ФСБ у нас, в общем-то, занимается защитой прав заключенных. Первым зампредом УНК Саратовского является Леонид Шостак, бывший начальник управления УФСИН по Саратовской области, еще один зампред Василий Лебедев, в прошлом высокопоставленный сотрудник областного ГУВД, и, кроме того, среди членов УНК есть бывшая сотрудница аппарата УФСИН Светлана Фимушкина. Это вот конкретно по Саратовскому УФСИНу. То есть речь идет о чем? О том, что единственный орган, который от общества, от нас с вами, должен, в общем-то, защищать заключенных, сохранять их права, вообще сохранять их право на жизнь, в первую очередь, да, несмотря на то, что бы они не сделали. Этот орган возглавляют все те же ФСБшники, все те же УФСИНовцы, все те же менты и так далее. Поэтому, что хочется сказать? Во-первых, это общественная организация. Следовательно, по Саратову я могу сказать, что, может быть, есть смысл, наверное, наверняка есть смысл, я об этом подумаю, начать какую-то массовую кампанию с целью перевыборов Саратского УНК, то есть выкинуть оттуда нахер всех незнамов, всех шестаков, всех ФСБшников, всех УФСИНовцев и набрать туда честных, приличных, порядочных людей, которые, в первую очередь, будут заниматься именно соблюдением прав и свобод людей, которые находятся, в общем-то, в местах не столь отдаленных, да. То есть, естественно, я очень далек от мысли, что полковники ФСБ будут объективно рассматривать жалобы вот таких людей, которые, вот таких случаев, о которых мы услышали в Саратском СИЗО-1. Поэтому я думаю, что в скором времени мы этим вопросом займемся, по Саратову, по крайней мере, я имею такое желание этим вопросом заняться и выкинуть из УНК всех этих людей, в общем-то, устроить перевыборы. Спрашивать меня будут ли я куда-нибудь баллотироваться? Вот только у УНК, наверное, и то вряд ли. Нет, я не собираюсь никуда баллотироваться. Да, вот пишут нам письма. Опять-таки, возвращаемся к письмам. Человек живет в Московской области, в Красногорском районе, поселок Путилково. Его прямая речь. У нас построили огромный микрорайон Мортон и Новая Тушина. На данный момент население 15-20 тысяч, и на все население ходили две маршрутки, а теперь и те отменили. В районе просто транспортный коллапс. Я не говорю про пробки, они и так везде есть. Нет общественного транспорта. Администрация не принимает никаких действий, только кормит обещаниями. Уже собрали подписи и пожарились в прокуратуру, но, как известно, результатов ноль. Только теперь... Так, там живет много наших соратников. Не знаю, дойдет ли эта новость до вас и подойдет ли под формат. Надеюсь, что подойдет. Подходит. Большое спасибо, что вы ее прислали. Спасибо. Всего хорошего. Не пропускай, а не один твой эфир. Евгений. Большое спасибо, Евгений, что, в общем-то, прислал нам эту новость. Речь идет как раз о той самой пресловутой оптимизации. И оптимизация, о которой я вчера говорил, да, оптимизация дошла уже даже до Московской области. Связано это, естественно, с тем, что денег нет, и мы держимся. Держимся уже из последних сил. Сегодня день терпимости, поэтому вот жители поселка Путилково терпят. Терпят, я так понимаю, уже не один год. Но насколько долго будет эта терпимость у жителей Путилково и вообще у жителей России, и не только России, насколько долго она будет, в общем-то, продолжаться, у меня есть большие сомнения, что долго. Поэтому не ждем, а готовимся, что сказать по данной ситуации. 19 ноября на Марсовом поле пройдет митинг против роста цен на проезд. Я так понимаю, что речь о Санкт-Петербурге. Основным инициатором, я так понимаю, стала Оксана Дмитриева от партии Роста. Спрашивают, как я отношусь к партии Роста. Отношусь скептически. Конечно, это спойлер, безусловно, к либерально-демократическому блоку, так или иначе. То есть такая пародия на оппозицию. Хотя, конечно, мы прекрасно понимаем, что какой Борис Титов оппозиционер. Там есть несколько относительно приличных людей, относительно приличных, которые либо по своему незнанию и недоразумению туда попали, либо, в общем-то, были туда поставлены. Но, тем не менее, у них есть, в общем-то, хоть малейший повод их уважать. Это прям по пальцам одной руки можно этих людей пересчитать. Оксана Дмитриева, кстати, может быть, в эту категорию входит. Но тоже у меня есть большие сомнения. Чем больше народу придет, тем больше успеха, отметили организаторы мероприятия. Митинг состоится на Марсовом поле в субботу, 19 ноября в 13.00. В общем-то, поэтому приходите, что я могу сказать. Конечно, нужно поддерживать любые социальные, не только социальные мероприятия. И жители Санкт-Петербурга, я надеюсь, поддержат эту инициативу. Инициативу, неважно, кто бы ее не выдвигал, партия Роста или кто-либо другой. Главное, чтобы был от нее какой-то толк. Если кто-то пришлет, кстати, нам видеоматериал из Питера, то я с удовольствием его покажу в нашей программе. А вот в поселке Балтым дом продали вместе с жильцами. Интересная есть видеозапись, но она, к сожалению, с авторскими правами. Я ее показать вам не могу. Заключается, в общем-то, ситуация в том, что там стоит двухэтажный дом, кстати, достаточно прилично выглядящий, даже кирпичный. То есть в Саратове это вообще редкость. У нас многие до сих пор живут в деревянных таких бараках, которые военные, эти пленные немцы строили, вот в заводском районе. В частности, в общем-то, этот дом, я так понимаю, в свое время был переоформлен под гараж. И люди несколько лет, сами того не зная, жили якобы в гараже. А теперь этот якобы гараж вместе со всеми жителями перепродали другому собственнику. То есть очень забавно. Но, с одной стороны, конечно, можно иронизировать на эту тему. Продали целый дом двухэтажный с жителями. Но, с другой стороны, у нас, в общем-то, целую страну продали со 130 миллионами жителей. Поэтому неудивительно. Это, в общем-то, в рамках нынешней политики совсем неудивительно. В одной из оренбургских гимназий перестали кормить детей. В общем-то, опять мы говорим об этой оптимизации. Седьмая гимназия Оренбурга. Еще 12 ноября это произошло. Но вот только сейчас дошло до социальных сетей и до средств массовой информации. Большое спасибо тем людям, которые не боятся говорить о своих социальных проблемах, рассказывать о них. Конечно, проблемы школьные, они всегда очень сложные. Сложные в плане их оглашения, скажем так. В первую очередь проблема в том, что те люди, которые придают огласке подобную информацию, им потом, в общем-то, учиться в этой школе. А если это маленький город, если это село какое-то, то у них и альтернативы-то особые нет. Поэтому, как правило, такие моменты замалчиваются. Поборы в школах замалчиваются. Взятничество в школах замалчивается. Вот такие ситуации, как и эта, в школах замалчиваются. Но, конечно, нельзя это пропускать сквозь пальцы. Я рад, что есть еще, остались еще люди, которые, в общем-то, отстаивают права и своих детей, и не только. А вот станцию метро Чернышевская в Санкт-Петербурге, которую закрывали из обнаруженного бесхозного предмета, открыли. Сообщает петербургский метрополитен. Но вот как раз в метро в Питерском хотят повысить стоимость проезда. И тут вчера была закрыта станция Адмиралтийская в течение часа. Сегодня станция Чернышевская в течение часа и семи минут. Видите, как ровно, регулярно. Каждый день закрываем по станции. Ну, как на пороховой бочке, конечно, находятся и Питер, и Москва. Мы это чувствовали, когда были в Москве. Все люди очень, конечно, напряжены. Вот нам рассказывают о том, что у нас там непобедимая Росгвардия, непобедимая ФСБ, которая всех пресекает, ловит там украинских террористов с визитками Яроша. А люди, конечно, на большом кипише. Потому что люди-то видят, люди понимают, их не обманешь. Насколько, в общем-то, все это не отлажено. Я бы мог привести определенный пример, но я не смогу его привести. Ладно, пардон. Я скажу так, завуалированно скажу. Я сам в эту поездку в Москве убедился в том, что та система правоохранительная, которая находится на вокзалах, в аэропортах, в станциях метро, она совершенно не работает. То есть, если бы я был террористом, я бы совершенно спокойно террористический акт мог организовать. Я этого, конечно же, делать не буду, потому что я не террорист. Фейсбушники, выдохните, все хорошо, спокойное, ровное дыхание. На Урале подросток застрелил сверстницу из отцовского ружья. Продолжается история с подростками. Если вы помните, то я еще, по-моему, недели три назад сказал, в первом, даже, по-моему, едва ли не в первом выпуске периферийного зрения, можете посмотреть, когда он был, как раз, по-моему, порядка двух недель назад, я сказал о том, что будет продолжаться случай неоправданного насилия со стороны подростков и детей по отношению к взрослым людям. И по отношению друг к другу в том числе. Тогда мы уже знали историю хабаровских живодерок. Еще, конечно же, не знали историю псковскую, да, вчерашнюю, позавчерашнюю, пардон. То есть, вот опять я в очередной раз оракулом таким стал. Но здесь не нужно быть оракулом, конечно, достаточно мониторить информационный мир и понимать, в общем-то, о чем идет речь. И вот сейчас молодой человек, 16-летний, выстрелил в свою сверстницу, в подругу, я так понимаю. И, в общем-то, убил ее. Следственный комитет будет расследовать это дело. И я думаю, что это не последняя такая история, которая содрогнет, в общем-то, интернет. И не только интернет, а вообще общество. Потому что дети сейчас почему-то, я не знаю, с чем это связано, как это объяснить, почему именно вот так волнообразно это происходит. Но как-то вот это общество, вот эта информа, был бы здесь. И Сидик Бабаджани, она, наверное, как-то более внятно это объяснил. Но она вот как-то диктует нам свои условия. И как бы нравится нам это или не нравится, но она так происходит. Поэтому вы еще, к сожалению, к большому сожалению, я буду рад, если я окажусь неправ. Но мы еще с вами услышим, как подростки стреляют друг в друга или во взрослых. И вообще вот эти факты каких-то неадекватных поступков с насильственным, да, исходом, они еще будут продолжаться. Да, ну и вот продолжается история, в общем-то, с молодым человеком, которого вчера задержали. И которого там уже назвали, в общем-то, жутким убийцей, маньяком, террористом, экстремистом. Визитку Яроша у него почему-то не нашли. Странно. Тот самый молодой человек, который якобы создавал в социальных сетях группы для пропагандирующих суицид. И вот мне очень понравилось. Там у него сейчас проходят обыски. И это все, конечно, очень интересно. Но вот мне интересно только две строчки. Молодой человек был известен в сети как администратор групп пропагандирующих суицид. И реально подстрекающих подростков к самоубийству. Ну, допустим, я не исключаю, что так оно и было. Из-за деятельности этих групп как минимум 15 школьников покончили с собой. И еще пять не завершили начатое до конца. У меня возникает только один вопрос. А как они это поняли? Вот даже чисто теоретически давайте. Нет, я понимаю, как они это поняли. Вот эти совковые... Пардон, опять я буду Советский Союз ругать. Не Советский Союз виноват. Вот эти старые, хорошо, оперативники, у них метод мышления какой? Они заходят... Погиб там ребенок, да, покончил жизнь самоубийством. Они открыли его страницу в социальных сетях, посмотрели группу, на которую он подписан, увидели, что там какие-то группы про самоубийство. Все, виноваты группы про самоубийство. Но это же все очень просто. То есть, если завтра кто-то покончит жизнь самоубийством, откроют группы, а там будет группа за Вячеслава Мальцева, ну, значит, человек пересмотрел плохие новости и покончил жизнь самоубийством. Но это же логично. По их идиотской логике, наверное, это логично. То есть, никто не берет в расчет, что детьми не занимаются, что там, вот, как эта социальная напряженность, которая есть, она в первую очередь давит на детей. Дети не видят абсолютно никакого, особенно на подростков. Дети, они... Вот этот переходный возраст, когда дети уже понимают, что, в общем-то, мир, он не ограничивается, да, какими-то там конфетами, печеньями, счастьем и всем прочим, когда они сталкиваются с какой-то суровой действительностью, скажем так, да, когда они с помощью, в том числе, интернета, начинают узнавать реальную обстановку дел, которую раньше они, может быть, не очень понимали, и начинают ее как-то в голове, она у них начинает формироваться, да, и когда люди понимают, что они попадают в такую безвыходную ситуацию, то есть, если на нас с вами уж таким образом действуют все эти плохие новости, да, если они в такое уныние вгоняют, или, наоборот, в ярость вгоняют, то уж что говорить про неокрепший, в общем-то, детский интеллект и моральную составляющую, да, поэтому, конечно, вот та обстановка, в которой мы живем, те новости, которые мы каждый день читаем, те, и не читаем, мы их видим на улице, которые у детей вызывают такие депрессивные настроения, безусловно, и в этом, конечно, виноват не вот этот молодой человек, который там, которого уже обвинили в том, что он маг-волшебник, гипнотизер, и склонял детей к самоубийству, это все, конечно, полная глупость. Да, ну и вот на проспекте культуры Петербуржец столкнул с балкона свою знакомую, 30-летний мужчина, 42-летнюю женщину, в общем-то, женщина умерла, лада погибла с 15-го этажа, ну, в таких случаях, как правило, мы знаем очень много историй, когда человек сталкивает кого-либо с балкона, звонит в полицию и говорит о том, что вот я стал свидетелем самоубийства, и вот пытался остановить, и потом пойти докажи, ну, вот здесь, видимо, были какие-то свидетели, но тоже свидетели, вот 15-й этаж, ну, ты там разве увидишь, хватает он этого человека, или он его толкает, поэтому тут, конечно, могут быть разные случаи, но в данной ситуации, в общем-то, человека задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В Симферополе машина влетела в остановку и погиб пешеход. Вот если вы помните, вчера я говорил о том, что продолжаются ДТП с остановочными пунктами, да, с остановочными павильонами, автомобили въезжают в остановки, гибнут люди, только вчера мы с вами об этом говорили, сегодня в очередной раз это происходит. Поэтому еще раз обращаю ваше внимание на безопасность на дороге, не только за рулем, не только будучи пешеходом, но даже стоя на месте, оглядывайтесь по сторонам, сейчас остановки вот в ближайшую неделю будут очень опасными, прошу обратить ваше внимание. Наконец-то, слава богу, сегодня нет новостей про автобусы. Я надеюсь, что вот эта волна двухнедельная с ДТП автобусов закончилась, ну, или, по крайней мере, сошла на нет, ну, вот началась волна с остановками, буду надеяться, что она тоже будет недолгой, что немного пострадавших будет, и что люди будут как-то прислушиваться, да, к тому, о чем мы говорим. Так, ну и давайте я поотвечаю на ваши вопросы, время у нас уже почти 19.00, и несколько объявлений сделаю. Объявление заключается в следующем, как я уже сегодня говорил, две уже, или даже какая у нас, третья неделя пошла программа «Периферийное зрение», мы его, в общем-то, в нем, в этой программе участие, и в первую очередь мы выявили несколько, скажем так, появилась практика, да, то есть мы выявили несколько вопросов, которые требуют доработки, во-первых, безусловно, мне требуется ведущий, я его найду в ближайшее время, и обещал к сегодняшнему дню, не удалось, найду, надеюсь, в ближайшее время. Это во-первых. Во-вторых, возник вопрос с временем выхода в эфир. Я изначально был за 18.00, даже говорил почему, но, как показывает практика, людям более удобно в 19.00. На странице в социальной сети «Периферийное зрение» во ВКонтакте есть опрос на тему, в общем-то, во сколько лично вам удобно смотреть нашу программу, и этот опрос висит в основной группе за Вячеслава Мальцева ВКонтакте, поэтому, пожалуйста, примите участие в этом опросе, и мы будем переносить тогда время, если большинству будет удобно в 19.00, то мы будем переносить время на 19.00 и вещать на час позже, и, в общем-то, в 20.00 заканчивать, а в 21.00 будут плохие новости, и у вас будет еще час отдохнуть, попить кофейку и так далее. Это первое. Вернее, это уже второе соведущие первое, второе – это перенос по времени, и третье – мы сократим количество наших эфиров до трех в неделю. По понедельникам, средам и пятницам я буду выходить. Связано это с тем, что нужно больше времени для того, чтобы анализировать то количество новостей, которые вы присылаете, чтобы какое-то сформировавшееся мнение на эту тему делать. Нужно понимать, что у меня плохие новости параллельно, и их тоже нужно готовить, их нужно проводить. У меня периферийное зрение, у меня есть какая-то личная жизнь, еще там маленькая долька от нее осталась, да. Есть возможные поездки, Москва, и вот в Казань я уж год не могу доехать, хотя нужно, и так далее. Поэтому сократим количество наших эфиров по понедельникам, средам и пятницам. Завтра у нас четверг, если я ничего не путаю, ничего не путаю, поэтому завтрашнего эфира у нас не будет. То есть с сегодняшнего дня мы переходим на такой, в общем-то, режим. Следующий эфир будет в пятницу, я надеюсь, с ведущим, и надеюсь, с каким-то интересным гостем. Я обещал, что по четвергам будут гости, так что давайте перенесем это обещание на пятницу, по пятницам будут гости, такие вот у нас объявления. А теперь давайте, поотвечая на наши вопросы, вы можете, в общем-то, писать, что думаете по поводу вот этих нововведений, изменений в наших эфирных сетках и так далее. Задавайте вопросы, пишите и так далее. Сибирь просит 18 часов. Я ничего не имею против Сибири, вопрос в том, что Сибирь может посмотреть в записи. Основная часть России, центральная часть России, она, в общем-то, живет по московскому времени, так или иначе, ну, либо приближенному времени, поэтому, наверное, большинству все-таки удобнее 19.00. Да, вы можете, кстати, прямо сейчас написать, каждый из наших зрителей, напишите, кому как удобно, 19.00 или 18.00. Да, давайте, ладно, я отвечу на этот вопрос, он очень важен. Сергей где-то научился так хорошо языком молоть, будто 20 лет на ТВ отработал. Вот знаете, я начал комплексовать. Нет, я не начал комплексовать, но на полном серьезе начал себя ловить на мысли, что я намного... что чем больше я веду программ тех или иных, любых, тем хуже я говорю. Хуже говорю, медленнее мыслю, хуже мыслю и так далее. То есть я смотрю на то, что я делал там два года назад, какие-то интервью, какие-то достаточно крупные, там, 15-20-минутные эфиры, где бы то ни было, и даже в прямом эфире на каких-то каналах, на которые меня приглашали в качестве общественника, я понимаю, что моя речь была намного более складной, она была намного более грамотной. Не было большинства там слов-паразитов, я меньше там заикался. Но, в общем, есть множество дефектов моей речи, я никогда их не отрицал. Они, в общем-то, неврожденные, да, они приобретенные. Эффект фикции. Почему-то они, в общем-то, я не знаю, сейчас с новой силой появляются. Но, наверное, это в том числе и из-за загроженности. Не знаю, я не вижу в этом какой-то глобальной проблемы. Мы будем надеяться, что все встанет на свои места. Надо как-то немножко процессор охладить. Охладить процессор. Ну, после 5-го, 11-го охладим. Стареешь пишет. Да, после 5-го, 11-го все нормально. Отдохну и нормально буду вам рассказывать плохие новости. Не знаю. Не знаю, что будет после 5-го, 11-го. Может, и не буду. Тут вот меня критикуют люди, которые невнимательно слушают меня. Критикуют, что я там обещал, что никогда женщины не будет. Я обещал, что женщины никогда не будет в моей программе. Субботняя программа «Культурная». Это программа наших двух девушек. Первый эфир я им помог провести, поскольку они нервничали. Я, в общем-то, какие-то наводящие вопросы задавал. Организовал технически трансляцию. Поэтому, как бы, я от своих слов не отказываюсь. Про Горского спрашиваю. Я про Горского говорю уже каждый день. И мнение мое пока не изменилось. Почему приобретенный? Потому что челюсть я ломал. Вот, вот здесь. И поэтому стал говорить хуже. Ну, и не только поэтому. Что с Жуковским? Хороший вопрос. Я не знаю. Все осталось на тех же позициях. Жуковский говорит «Да-да-да, вперед». Я говорю «Давайте, когда?» И все. И он пропадает со связи. Все. Какими языками владеете? Признаться только русским. И это мое упущение. Есть несколько моментов, как бы, да, которым я бы посвятил с удовольствием время. И в том числе это изучение языков. Ну, в частности, английского. Незнание английского языка иногда складывается, в общем-то, мне как-то упирается, да, в проблему. Особенно при работе, в общем-то, в информационном мире. Но вот если я сейчас еще и начну английский язык учить, то, наверное, мне не нужно будет спать вообще. Хотя я и так практически не сплю. Вот вообще не нужно будет спать. И тогда, в общем-то, тогда может быть, да. Когда-нибудь, когда все станет хорошо, я выдохну и скажу, все, моя миссия окончена, я буду учить английский язык. И не только английский. Тебе не мальцев в челюсть дал? Нет, не мальцев. У девушек периферийное зрение развито от природы. Это миф. Причем абсолютный миф. У девушек более суженное зрение, если мы говорим о медицине, чем у мужчин. Тут прорасываю чистоту, меня спрашивают. Давайте не будем. Я бы мог сказать, но давайте не будем. Мнение по Горскому. Ладно, почему-то очень много просят мнение по Горскому. Повторяю. Многие люди пытаются на ровном месте, в общем-то, пытаться нас столкнуть с лбами, с людьми, с которыми у нас нету конфликтов. Если вы помните, несколько месяцев назад такая ситуация перед активной частью выборов, там, в июне, такая ситуация была с Камикадзе. Нас постоянно пытались столкнуть с лбами. А вы слышали, что Камикадзе там про вас говорит? А вы знаете? Люди знают, что Мальцев достаточно импульсивен, и достаточно написать в чате, что Камикадзе плохо о нем высказывается. Мальцев резко об этом выскажется в свою очередь. Потом окажется, что изначально это все было не так, и потянется какой-то конфликт. Вот сейчас пытаются некоторые люди развести такой же конфликт из ситуации с Горским. Горский подверг критике нашу программу. У него есть свое мнение. Разве это плохо? Как мы должны... Горский должен упасть на колени и сказать, да, там, веди меня в мой вождь, мой царь. Нет, мы от него этого и не требуем. Поэтому... Поэтому... Все хорошо с Горским. Может быть, он как-то категоричен в некоторых суждениях. Но... Что плохого-то в этом? Я тоже категоричен во многих суждениях. Хочу автограф Навального. Максим Соловьев. Блин, ну я бы вам мог пообещать, что я спрошу автограф Навального для Максима Соловьева. Не знаю. Сейчас есть... Если я скажу вам, Максим, что я вам привезу автограф Навального и там отправлю вам его как-нибудь по почте, то, как бы, будет еще там сотня человек, которые скажут, я тоже хочу. И почему я вот Максиму сделал такую поблажку, а всем остальным нет. Поэтому без обид я не раздаю автографы Навального. Если кому-то нужен автограф Окунева, то без проблем. Эфир с Вальновым. Это к Дмитрию Игнатьеву вопрос. Продай телефон. А у него здесь только одна линия. Две линии раньше было. Вот здесь две кнопки были. Одна в ФСБ, а другая в Кабаме, в кабинет. Но вот Обаму теперь, ему не до этого. Он до 20-го числа работает. До 20-го января. Поэтому с Трампом пока не знаю, как мы будем налаживать. Там у них новая система, наверное, будет. Может быть, телефон изменим. Где Игнатьев? Вот за этой стеной. Мог бы автографы продавать. Продавать автографы Навального, это круто. Вот тоже очень смешной, смешной, смешной роман. Смешной роман. Пишет нам смешной роман. Но он не так называется. Но я его буду называть смешной роман. Смешной роман пишет нам. Вы уже со всеми единомышниками разосрались. Сотник, скальт, камикадзе. Вот смешной роман. Я тебе объясняю, что мы не срались вообще абсолютно ни с кем. Ни единого раза. Сотник, ну, просто ебнутый. Я прошу прощения. И как бы я даже не буду объяснять. Это все уже прекрасно знают. Сотник превратился в фаната Мальцева. Каждый день рассказывает, Мальцева борется. То есть, Сотник только и делает. Вся его деятельность начала, в общем-то, сворачиваться к тому, что он борется с Мальцевым. Ну, пусть борется. С камикадзе мы никогда не ругались. И ругаться не собираемся. Никаких конфликтов у нас с ним нет. Кого вы там еще? Я что-то прослушал, пардон. Вы куда-то теперь убежали, я вас не найду. В общем, мы не... А, во-во-во, скальт, ну, это я... В общем, развернуто. Ни с кем мы не ссоримся. Если у кого-то есть какие-то претензии к нам, Бога ради, мы ни с кем не ссоримся. Выборы уже два месяца как прошли, а подписчики продолжают уходить. Это совершенно оправданно. Мы к этому готовы. Визитки Мальцева, да, нужно сделать визитки Мальцева. Если Горский против Мальцева, то что тогда националисты похерили? Горский, если вы читаете внимательно, он пишет о том, что он не против Мальцева, и что с Мальцевым у него дружеско-товарищеские отношения, это во-первых. А во-вторых, Горский, это не националисты. Горский, это Юрий Горский, понимаете, это один человек. Так же, как и Мальцев, это Мальцев. Не нужно... Не создавайте себе кумиров. Конфликта с Невзоровым нет. У нас ни с кем нет конфликта. Читаю ли я чат? Читаю чат. Да, Натлер, да... Да, сделаем. Пишут о том, что подписчики пошли вверх. Я, кстати, не смотрел статистику давненько. Давайте посмотрим. Скажу. Почему вы молчите про агентов ФСБ, олицетворяющие весь русский национализм? О, агенты ФСБ повсюду. А еще рептилоиды, евреи, масоны все захватили, всех победили. Ну, это очень простая позиция, да, то есть все агенты ФСБ. Кто чем... Вот появляется человек и говорит там, ну, вот мы в говне живем, давайте, может быть, жить не в говне. Нет, ты агент ФСБ, а если ты не агент ФСБ, значит, ты еврей. А если ты не еврей, значит, ты масон, рептилоид, анунак, кто еще там, люминесцент, да, или как правильно... Нет, люминесцентные лампы. Иллюминат, или как называется вот это вот. Я всегда забываю еще вот эту одну категорию. Очень простая позиция. Так просто все. Дмитрий пишет, Сергей, про выборы в марте 17-го года. Вы у меня вчера спрашивали, могу вести диалог. Очень хорошо. Давайте с вами настроим эфир. Если у вас есть какая-то информация по выборам в марте 17-го года, я вас приглашу с удовольствием в программу, и вы, в общем-то, о ней расскажете. По скайпу я имею в виду, мы можем, не выходя из дома. Иллюминат, да? Ну да, и пиндос, точно. Ламинат. Ламинат и садомит. На этой позитивной ноте ламинатов и садомитов. Я с вами прощаюсь на этот раз уже не до завтра, а до послезавтра. Будет у нас ведущий. В общем-то, я думаю, что в пятницу вы увидите немножко другую программу. Может быть, даже не немножко, может быть, сильно другую. Поэтому не бросайте нас, как бы это, может быть, примитивно не звучало. Да нет, я, конечно, никого не умоляю. Если кому-то не нравится, тот может не смотреть. Всем остальным, в общем-то, до встречи, до пятницы. Спасибо, что вы нас смотрите. И до 21 часа, безусловно, сегодня и завтра. Никто завтрашний эфир не отменял. 21 час каждый день. Плохие новости. Вячеслав Мальцев. Ставим лайки, подписываемся. Всем спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok